Наверное, поскольку много было разного, да, бессмысленно совершенно показывать, наверное, какой-то материал целиком, поэтому я попробую добавить вот несколько, ну, что ли, различных соображений, да, к тому, что было сказано. Во-первых, я скорее присоединюсь к Владимиру, я, кажется, не пропустил, вот, я могу буду демонстрировать экран, да, если что, время от времени, под настроение? Да-да-да. Это хорошо. Вот, грубо, мое представление о том, значит, что у нас будет с экспортом. Ну, сценарии там для простоты оформлены в два типа, значит, базовый, ну, вот он назначен так, танкеры и сухогрузы есть, то есть, условно, нет ограничений на вывод. Вывоз российского сырья. Ну, не только сырья, но понятно, что в объеме в основном формирует оно. И второй сценарий – танкеров, сухогрузов нет. Ну, вот так я их, как бы, обозначил. Там, понятно, посложнее все расписано, но чтобы это уместилось на слайде. И вот, обратите внимание, насколько мы расходимся с коллегами из РАН в части оценки, например, вот, если мы говорим даже о базовом сценарии нашем, стоимости нашего экспорта, мы закладываем туда хорошие дисконты, которые, как мне кажется, ну, вот, опять же, Владимир говорил, вполне соответствуют рыночным реалиям. Обратите внимание, это 40-60 миллиардов долларов. Это, на самом деле, все платежи частного сектора по долгу, которые предстоят по графику ЦБ в этом году. То есть, это не то, чтобы вот небольшая сумма, а это много. Офигеть, как много. Можно даже вот так вот подчеркнуть в части акцента. По газу мы не закладываем дисконт, только физические потери, причем довольно консервативно решили подойти, поэтому здесь, может, будет и получше. Это действительно. Но обратите внимание, как мы видим ситуацию с экспортом нефтепродуктов. Вот то, что хорошо уходило в Европу, в Азию не уйдет. Его просто банально нечем везти, потому что это другие, что называется, дозировки. И те танкеры, которыми легко возить, ну, легче возить нефть, ими сложнее возить нефтепродукты. Соответственно, общая стоимость, ну, вот давайте, да, значит, по пессимистичному сценарию, когда танкеров и сухогрузов нет, все гораздо хуже, обратите внимание. Никаких 250 миллиардов не рисуется даже близко. Вот они 120 на нефть, соответственно, то, что было у коллег. Ну, вот, да, вот он зато есть газ, и вот дальше СПГ, и по остальным там позициям, естественно, тоже здесь заложены существенные дисконты. В сумме с торговлей с СНГ и там ошметками несырьевого экспорта, назовем это честно, ну, вот 320 миллиардов долларов мы видим в пессимистичном сценарии как возможный вариант. При этом обратите внимание, еще на нем сильно будет нахлобучена логистика, ну, то есть удорожание перевозок. Это очень грубая, очень общая оценка здесь. У нас сейчас есть, вот мы проковыриваем варианты подетальней, но просто вот представьте себе, сверху дополнительно, там, 5-10% еще внутри, это издержки, которые, между прочим, достанутся нероссийским компаниям. То есть, обратите внимание, здесь тоже это уйдет, возможно, вот придется, короче, из этой цены это отдать. Мы просто отдельно это пока еще не просчитывали, мы просто набросали, скорее, дисконт у покупателя, как мы это пока видим. Посмотрим. И это первый, наверное, вот очень, как я себе представляю, важный момент. Мы не видим, на самом деле, большого притока, скажем, валюты по экспорту, особенно в сценариях с падением, там, ну, вот, например, на приблизительно 10%. Я в целом согласен, да, с оценкой, вот, что Саша говорил по поводу, там, ну, чуть больше, чуть больше у коллег общий объем расходов, которые они ожидают. Мы рассчитываем в базовом сценарии где-то на 3,3 триллиона, в пессимистичном сценарии, да, приблизительно на ту же сумму в номинальном выражении. Просто в одном случае это будет бездефицитный бюджет, потому что в номинальном выражении бюджет получит дополнительные деньги, рубль будет подешевле. И это поправит доходы бюджета. А во втором случае в бюджете будет дефицит около 2-2 с лишним триллионов рублей, что не катастрофа, я согласен, бюджет позволит, себе это может, и более того, он должен это сделать. Я вообще вижу очень большую проблему в том, вот, что российские власти до сих пор, по сути дела, конструктивных мер поддержки не предложили. И это большая сложность, с которой сталкивается экономика сейчас, потому что это скорее повышает неопределенность. То есть то, что власти пытаются юлить как-то и, возможно, минимизировать расходы бюджета на поддержку, это, конечно, ну, как бы их право, что называется. Но сейчас вот эти действия вкупе с теми ограничениями, которые они предприняли, они, конечно, очень сильно увеличивают экономическую неопределенность, ухудшая, усугубляя ситуацию в экономике. Это, ну, то, что на самом деле регулярно сумели, умели порождать российские власти, то есть усугублять неопределенность, порожденную внешним шоком, по крайней мере, на каком-то интервале. И вот сейчас, да, это, в моем понимании, очень плохо, потому что приведет к дополнительному сворачиванию экономической деятельности. Ну вот я могу предложить грубо оценку масштаба поражения экономики, экономики, если вот так тезисно, и куда, и что это нас отбросит. То есть по ВВП падение в зависимости от сценария на 5-10% это 12-15-е годы приблизительно. По потреблению домохозяйств мы уходим на период приблизительно 10-летней давности, это 10-13-е годы в зависимости от сценария. По инвестициям, по инвестициям, обратите внимание, в одном из, вот как бы в пессимистичном сценарии мы опускаемся в 2007 год по размеру. Это совокупность падения за 2 года. Мы ожидаем рецессии 2 года, 22-23-е годы. Вот, ну и дальше вот мы самое, наверное, ну такое, не в полном объеме обсужденное скорее, да, то есть мы не ожидаем, например, какого-то большого успеха в импортозамещении. Ну вот в локальном производстве вообще минимум, я бы сказал. То есть то, что видится сейчас в ряде технологичных секторов, в тяжелом машиностроении, это приблизительно так. Без импортных запчастей мы отправимся в поздний Советский Союз, то есть технологии производства того уровня, ну, как бы, даже если в ряде случаев уже и не утеряны, то изделия похожего плана можно произвести на новом оборудовании. Технологии производства новые позволяют это производить в нынешних условиях. То есть, ну, грубо говоря, там не будет асинхронного двигателя, будет коллекторный. Помните зеленые электрички, которые пахнут колбасой, как у Жванецкого, вот, с трамваями, вот, нравятся новые? Жаль, жаль, что их тоже не будет. Самолет, видите, не взлетит, похоже, как минимум еще несколько лет, и неизвестно дальше, взлетит ли. Там то же самое с судостроением, то же самое по тому немногому, что у нас есть в танкостроении, там, я не знаю, в энергетическом силовом машиностроении, там, преобразователи, вот, там куча систем управления. Это все, скажем, это все, вот, как бы, все можно произвести по технологиям приблизительно 30-летней давности даже на новом оборудовании. Вот так я скажу в основном. То есть кое-что из элементов, компонентов потребуется, ну, это решаемо, но надо понимать, что мы возвращаемся, ну, условно, в прошлый век в этом смысле. И импортозамещение здесь китайскими компонентами проблему не решит, к сожалению, то есть там нужен редизайн, переработка, по сути дела надо разработать новые модели транспортных средств для всего, для того, чтобы получить что-то более современное. Это не быстро, это не быстро, это не дешево, непонятно, кто на локальном рынке будет заказчиком и покупателем вот этих всех историй. И, наверное, это очень такой большой вопрос и важный. Соответственно, что дальше? Мы, к сожалению, видим, в общем, ну, по слухам, из оперативных данных по грузоперевозкам все, конечно, выглядит довольно плохо, и ситуация, надо сказать, буквально с каждой недели становится все больше похожа на наш пессимистичный сценарий с точки зрения экспорта. И мы видим, да, что экспортные отгрузки, в том числе и на ЖД, к сожалению, просели довольно сильно. Вот. И по вот первые недели апреля, похоже, вот по то, что говорят участники, там падение уже двузначное. Вот. За первые три месяца, несмотря на то, что все выглядело лучше, как бы в среднем, скорее там однозначное, но довольно значительное. Вот, как бы то, что нам рассказывают игроки из сектора. В автоперевозках все ни шатка, ни валка, то есть где-то проходит, где-то есть очереди. Все правильно, на разных погранпостах по-разному, но все, что пытается развернуться в Китай, оно стоит. Вот. Туда не уехать, там все забито. Более того, обратите внимание, банально, например, погранпереходы, ну, у нас грузовики с Китаем не могут ездить, то есть наши туда, их сюда. Так уж получилось, что имперские амбиции обеих стран не позволили допустить водителей автомобильного грузового транспорта на дороге друг друга. Ну, и вот, например, мы не можем быстро перевозить в тех случаях, даже где есть у нас сухопутный автомобильный погранпереход. И туда что-то может доехать грузом. Вот. Такие. А, да, и отдельный блок хотел. У меня нет для этого заготовленных слайдов. Вы знаете, коллеги, а вы меня слышите? Да. Это хорошо. Это хорошо, что вы меня слышите, потому что я потерял, у меня, похоже, завис зум. Ну, ладно. Вот тогда я не могу... И видно, и слышно нормально. Шикарно, шикарно. Потому что мне очень не видно, мне уже не видно, и не слышно. Вот. И я, да, я не могу крутить ничего, то есть я могу поворачивать слайды в этой презентации, я хотел вам показать, это важный момент, вот звучало не раз, ну вот, что капитальные операции, операции с валютой фактически запрещены. Ну, ограничены настолько сильно, что можно считать запрещенными. Ну, все-таки не совсем так. Во-первых, напомню, 90-е годы. У нас есть какая-никакая статистика ЦБ, и она говорит о том, что в 90-е годы отток капитала из частного сектора, несмотря на то, что ограничения были сопоставимы с нынешними, это 10-20 миллиардов долларов в год. То есть у нас на самом деле есть приличное количество дырочек до сих пор в системе, и правильные люди о них все знают, и более того, те, кто занимались вопросом, тоже осведомлены в общих чертах о том, как это работало тогда, и нет препятствий, чтобы это не работало сейчас. Поэтому на самом деле полного паритета экспорта и импорта быть не должно и не может, будет отток капитала, будет просачиваться, причем и по разрешенным операциям, там можно набрать несколько миллиардов долларов, и можно набрать банально просто, например, имитируя оплаты за импорт или экспортные поставки, за которые не расплатились, это довольно известная схема, которая была очень популярна, и я думаю, что прям пресечь ее до конца будет нереально, даже в нынешних условиях. Вот, поэтому будут обязательно операции совершенно спокойно с внешними рынками, более того, обратите внимание, даже банки под санкциями, вы можете сейчас посмотреть на публичные анонсы, например, вот свежевнедренных, значит, свежеполучивших санкции Альфа-банка и Сбербанка, ну, Сбербанк клиентов отдает, а вот в канале Альфа-банка есть разъяснение, с американскими акциями операции, похоже, возможно, с их площадки. Я пытаюсь сейчас понять, как это возможно, потому что мне казалось, что вот блокирующие санкции должны это исключать. Но вот обратите внимание, то есть операции с иностранными, иностранными инструментами, это не СПБ, биржа, она закрыта. Это, соответственно, где-то, видимо, через кого-то из посредников напрямую похоже, ну или, по крайней мере, вот через него с его баланса. То есть некоторые операции сейчас все еще вполне доступны, могут работать, причем, в общем, носящие чисто спекулятивный характер на финансовых рынках. И это тоже, мне кажется, очень важный момент, который вот довольно хорошо говорит, что нам не придется вот в чистом виде ужимать экспорт до размеров, импорт, импорт до размеров, экспорт, и вот подгонять курс под вот это вот, скажем, искусственное соотношение. Более того, я согласен с коллегой относительно того, что ЦБ, ну, я назвал это скорее, формирует распределенные резервы. И я не думаю, что это оплата в рублях на Газпромбанк, хотя и там наверняка эти резервы формируются. Если попытаться проделать несложное арифметическое упражнение и посмотреть, сколько по указу президента от 28 февраля должны были приблизительно продать валюту, у нас, ну, вот через несколько дней у нас будут оценки ЦБ, я надеюсь, оперативные данные по платежному балансу за первый квартал, и мы сможем там понять это вообще довольно точно. Скажем, сколько должно было быть продано и сколько прошло через биржу. Понятно, там есть затруднения с первыми, ну, там, с первыми 50 где-то четырьмя календарными днями и, видимо, где-то там 40 рабочими, ну, нет, 40, извините, 30 с лишним рабочими. Но там можно просто использовать, ну, базовые предположения о типичных потребностях, скажем, экспортеров, я надеюсь. По крайней мере, так я сделал, да, и у меня получилось, что у ЦБ есть некий запас, который, ну, вот в систему не попал, через биржу не прошел и, да, похоже, где-то на балансы банков, обратите внимание, которые больше не публикуются. Вот, по сниженным нормативам валютных резервов у ЦБ есть какие-то, ну, вот и будем называть их децентрализованные резервы, которые, возможно, сейчас в том числе и были использованы для того, чтобы подвигать курс. Не факт, что это все-таки произошло в силу, так сказать, всех вот совокупностей ограничений. Не исключено, что к этому приложили определенные усилия. Вот, ну, по крайней мере, есть основания думать таким образом. Вот, я все свои ремарки, наверное, выдал. Вот слайды, которые я смог, я показал. У меня было еще, а, ну да, был еще слайд, который я хотел показать, который иллюстрирует, насколько значим... Вот мы, наверное, опустили в ходе дискуссии важный момент. А насколько, вот, как бы, сколько страдает, скажем, сколько страдания принимает российская экономика в нынешних условиях и в результате санкций, мы обсудили. И в целом я с оценками коллег согласен. Ну, собственно, я показал свои. Они где-то похуже, а где-то получше. Я вот эти места просто уже теперь показать не могу. Соответственно, у нас зато неплохо было бы посмотреть, например, какова цена, ну, США, Евросоюза, ну, например, Евросоюза. Вот сколько они платят за удовольствие, ну, условно, мочить Россию. И вот представьте себе, опять же, не смогу показать картинки, но несколькими тезисами проговорю, что имею в виду. Сектора промышленности, ну, на самом деле, материального производства, которые затронуты в Евросоюзе, например, ограничениями возможными на российские энергии, ну, и где-то реализующимися на энергетический экспорт, это около, ну, не больше 10% ВВП. В обрабатывающей промышленности это около 5% ВВП. То есть, ну, кажется, материальная часть, конечно, да. Вот. Но если мы посмотрим в детали, то мы увидим, что в обработке там на самом деле много, ну, вот то, что касается там использования энергии, это довольно высокорентабельные, высокомаржинальные, электроника и автопром, которые, ну, как вы понимаете, имеют возможность переложить на конечного потребителя существенную часть роста и сдержек. Почему? Ну, потому что, например, у голландского производителя литографического оборудования для полупроводников, а это как раз один из представителей этого сегмента, который затронут в каком-то смысле энергетическими санкциями, конкурентов нет. У него фактически монопольная власть на рынке и длинная очередь из покупателей. Как вы думаете, какую цену он может назначить за свой продукт? Хм, ну, если я скажу любую, я не сильно ошибусь в нынешних условиях. Понятно, что они так не делают, но банально вот поднять ее на несколько процентов из-за роста цен на энергии они могут. И я думаю, что в условиях дефицита на автомобиле и, собственно, высокого спроса на автомобиле поднять цены на те же модели Mercedes, Audi, BMW, я не знаю, даже Skoda, Renault, как бы и все остальные тоже будет не слишком сложно. А это, на самом деле, приличная часть того, что затронуно энергетическими санкциями против, возможно, России. Ну и что это дает в масштабах, например, европейской экономики? Представляете, их энергетический импорт – это 300 миллиардов евро приблизительно по прошлому году. Впечатляющая цифра, безусловно. Но вот если он вырастет вдвое, то есть, представляете, станет не 300, а 600, то это всего лишь означает, что они в масштабах своего ВВП столкнутся с ростом цен, ну вот в среднем по экономике, приблизительно на 2 с копейками процента. У них 14 триллионов с мелочью ВВП по прошлому году. То есть чуть больше 2% – это рост их цен. И вот просто обратите внимание, насколько разной выглядит цена. То есть в их случае, в большинстве своем, они смогут отделаться просто дополнительными расходами, частично которые смогут переложить на потребителей своей продукции, как я уже проиллюстрировал. А вот в нашем случае это рецессия без вариантов. И вопрос лишь глубины ее масштаба, ну, скажем так, глубины падения. Вот. Это, пожалуй, все. Я сейчас попробую восстановить экран, чтобы, может быть, как-то вас видеть. Я не очень понимаю, что у нас… Спасибо, Евгений. Значит, ну, я просто две ремарки короткие. Во-первых, что касается трансграничного движения капитала и поступления валютной выручки. Проблема-то в том, что в 90-е годы и поступления валютной выручки – это поведение компаний. А сейчас не поступление валютной выручки – это, может быть, поведение наших торговых партнеров. И это принципиально другая история. Плюс тогда в это могли играть мелкий и средний бизнес, ну, средний в основном. А сейчас в тех условиях торговли, которые у нас нет между нашими странами, в этом может играть только крупный бизнес. И хотелось бы понять, в общем, как в этих условиях, так сказать, вот это вот, значит, эти утечки будут осуществляться, так сказать, крупнейшими компаниями, которые под, ну, в общем, рентгеном, на самом деле, и там, и здесь. Но это как бы это ремарка. Не-не-не, я согласен, но по импорту крупный не нужен. И более того, наш крупный бизнес хорошо мигрирует под мелкие. Обрати внимание, это важное наблюдение. Когда им очень надо, когда им очень надо, они множат определенное количество малых предприятий, ООО и прочего, и вдруг выясняется, елки-палки, сколько малого бизнеса в стране. И теперь, когда мы переходим ко второму вопросу, ко второй ремарке, это вопрос влияния всей этой истории на экономику Европейского Союза. На самом деле, то, что нам показал, это в некотором смысле эффект ценовой, да? Но ведь мы понимаем, что европейская экономика и так не демонстрирует высоких темпов экономического роста. Она балансировала всегда на уровне 1-2%, при этом высокомаржинальный бизнес, конечно, там есть. Но есть, например, компания БАСФ и другие компании, которые имеют проблемы с рентабельностью, в том числе и под влиянием вот этой зеленой повестки, которая была последние годы. И эти компании находятся сейчас в тяжелой истории. У них энергоемкость высокая, да? И, в общем, собственно, не очень понятно, что с ними будет происходить. Кроме того, не ясно, на самом деле, главное, может быть, это даже не вот эта история, а история с тем, что их валюты, их обязательства становятся уже, вот как мы говорим, крашенными, не такими, так сказать, замечательными, как они были раньше. Вот слайд, да, можно прокомментировать. Мы видим его, да? Да, да, я не спорю. Я просто вот показал слайд, про который говорил. Я обрел контроль над своим компьютером. Zoom, Zoom, видимо, снял с меня санкции и дал мне возможность управлять машиной. Вот, как бы, что я хотел проиллюстрировать. Причем, обратите внимание, еще вот то, что я забыл сказать, что приличная часть промышленности, если мы не будем брать Германию и Австрию, европейскую, сосредоточенную в Восточной Европе. То есть, вот высокая доля промышленности в Восточной Европе. Поэтому обратите внимание, те, кто, скажем, ну, чей голос более значим, да, они имеют меньше промышленности, меньше испытывают проблем. А вот чей голос менее значим, да, то есть принимают, скорее, больше страдания, кроме Германии здесь. Германия, вот, Германия, это ключевая история, потому что... Совершенно верно. Восьмого-девятого года Германия вышла самой, так сказать, сильной страной Европейского Союза, ну, вне конкуренции, ровно потому, что сохранила свою, так сказать, обработку, ну, и, собственно, все свои компетенции. А сейчас возникают вопросы по этому. Ну, ладно, это, как бы, наши ремарки, вопросы, пожалуйста. Добрый вечер, Евгений. Скажите, пожалуйста, от этой ситуации, скажите, пожалуйста, какие страны, или, вернее, какая страна больше всего выигрывает, то, что сейчас творится? В принципе, я думаю, не в Европе, а в мире. В мире, я так и сказал, в мире. О, Китай, Китай. Я думаю, что вот сейчас, когда консолидированный Запад коллективно бьет Россию, я думаю, выигрывает в первую очередь Китай. Обратите внимание, во-первых, для него открываются возможности. Причем значительные, в том числе вот в части отношений, например, с Россией. Потому что в каких-то вопросах сейчас у руководства России просто выборов, возможно, нет. Ну, вообще нет. То есть, если они были раньше, их сейчас не оказалось. Это раз. А второй момент, если вы обследили внимательно за внешней повесткой, то вы могли заметить, что Байден, конечно, снизил накал риторики в СМИ. И, в общем, отодвинул в сторону вот этот вот договор, который Трамп там картинно с Китаем подписывал по торговле. Но он формировал и преуспел в этом, в общем, коалицию, которая должна, ну, как бы по версии в том числе США, сдерживать Китай, причем вполне себе конкретно вооруженными методами. В рамках этой коалиции АУКУС Австралия получила ядерные подводные лодки, ну, атомные подводные лодки. Такого в истории пока еще ни разу не было. То есть, когда неядерная страна получила ядерные технологии, причем вот буквально вот так, обязавшись возить их в Южно-Китайское море, и, возможно, не только, и, как вы понимаете, не просто там плавать ими ради удовольствия. И вот, как бы, те методы, которые использовал Байден, они, конечно, не такие громкие, не так колышат рынки, не столько много создают шума. На самом деле он переходил к планомерной осаде Китая. То есть, вместо вот кавалерийских наскоков, которые там любил Трамп, которые толком мало к чему приводили на самом деле, кроме того, что вот будоражили рынки и СМИ, Байден переходил к такой методичной планомерной осаде, формировал хорошую коалицию, которая существенно могла бы осложнить Китаю, в общем, ну, дальнейшее экономическое развитие. Все. Это больше не первый план. Обратите внимание, Россия сломала, в общем, Америке, и не только Америке, там, всему коллективному Западу, по сути дела, всю повестку на ближайшие несколько лет. И они сейчас спешно вынуждены заниматься совсем другими делами. И вот в этой повестке, на самом деле, Китай был основной, ну, потенциально целью, да, то есть недружественных действий. Сейчас этого нет. Они получили как минимум отсрочку, а как максимум, на самом деле, и хорошее пространство маневра. Обратите внимание, как не неприятно об этом говорить, но у них появляется пространство до политического торга. Например, как бы они могут разменивать в какой-то степени свою поддержку наших действий на, соответственно, недружественные действия в отношении них. И не исключено, что, несмотря на громкую риторику, да, встречи, например, в той же Италии, обратите внимание, оба лидера туда приехали. То есть поговорить им, возможно, было о чем. И это крайне неприятно для нас в том числе. Ну да, Китай получил время, в том числе для того, чтобы подумать, что делать со своими золотовалютными резервами. Да, и это в частности тоже. Здравствуйте. Я сегодня студент, конечно, может быть, много, что я не понимаю, но хотел бы задать пару вопросов. Первый вопрос по поводу логистических цепочек, по поводу логистики. А вот контейнеры, компания «Марск», она, всем известно, приостановила сотрудничество с российскими компаниями, и вследствие чего 8 раз вырос контейнер, в принципе. Просто перевести товар. Стоимость. Стоимость. Да, стоимость. Вот как можно решить эту проблему на нашем, грубо говоря, уровне? Либо какие-то государственные меры, государственные компании, частные компании, можно сказать? Понятно, да. Вот, и второй вопрос. Ну, сразу все вопросы осуществлю. Вот три рейтинговых агентства ушло с российского рынка, и я так понимаю, что зарубежные инвесторы не будут вкладываться в наши компании, потому что нет рейтинга, нет гарантии. Как известно, на второй вопрос ответ, что за лишние пару процентов прибыли капиталист, ну и так далее. Ладно, Евгений. Да, понятно, понятно. Почему-то именно Китай, все на него поварят, а почему первая, вторая экономика? Хорошие вопросы, все. Первая, вторая, ну это ладно, уточните, если что, по поводу первого. Смотрите, с рейтингами все достаточно просто. В общем-то, империалисты даже за 2% не спешили дополнительной прибыли в последнее время брать российский долг. Они есть и были на российском рынке акций, и доля их была заметна. Ну и осталось, они там заморожены. Вот, у них сейчас нет возможности его покинуть. Это как раз то, вот к чему коллеги апеллировали. И здесь, да, никаких, в общем, хороших новостей ни для нас, ни для них нет. Они приворожены вместе с частью бумаг, которые у них, собственно, находились. И непонятно, когда это, в общем, придет в движение и как это будет влиять на рынок. Но долг их не так сильно интересовал. И на самом деле вот в еврооблигациях, например, или в рублевом долге подавляющую часть держали местные. Причем не всегда напрямую, а иногда через контролируемые иностранные компании, через зарубежные счета. И в этом случае ЦБ обозначал их в своей статистике как нерезидентов, когда на самом деле это был резидент или, хорошо, нерезидент, но гражданин Российской Федерации. Ну, мы знаем, в общем, приличное количество таких по новостям, которые из-за валютного регулирования и валютного контроля с 2016 года предпочли переместиться за пределы экономической территории Российской Федерации хотя бы на 183 дня в году. Вот, и это первый момент. То есть, как бы от того, что иностранные рейтинговые агентства ушли, принципиально картина не меняется, остались местные. Поэтому все, кто любит ориентироваться на одну буквочку, вот хотят редуцировать решение задачи по вложению в долг до одной буквы, там, ну, трех, хорошо, максимум трех символов, хорошо, ну, четырех. Б-б-б-минус там, а-а-а, то есть, как бы там может быть еще плюс-минус. То есть, как бы четыре знака. До четырех знаков, вот кто хочет, как бы, до четырех знаков редуцировать решение задачи о вложении в долг, у них такие возможности будут. И Акра себя, вот, как бы, неплохо зарекомендовала, и, в принципе, как бы, ну, то есть, я к тому, что они стараются не снижать качество оценки, насколько могут. Вот, и это, как бы, вполне, вполне можно, короче, верить, если захотят, и иностранцы тоже. Одна проблема, вот Роснано, они отрейтинговали, а вышло, вы можете почитать в СМИ, сами знаете что. И вот в конце прошлого года все они на разных конференциях по очереди, а то и вместе, публично, значит, оправдывались за то, ну, как же, ну, вот мы же, и все такое. Ну, то есть, обратите внимание, ценность рейтинга, это показал хорошо и восьмой, и девятый год в первый раз в глобальном масштабе, ну, и вот у нас несколько таких историй тоже было, на самом деле не нужно преувеличивать. И те инвесторы, которые нормально, реально подходят к оценке ситуации, и здесь мы возвращаемся, как бы, к тезису Саши по поводу того, что за 2% он вернется. Вот, высчитав свою премию и адекватно взвесив риски, они в российском долге были, и я надеюсь, они вернутся через какое-то время, но, к сожалению, понятно, что их запрос по премии вырастет существенно после нынешних событий. Это, вот, как бы, сомнений у меня не вызывает. Второй момент по логистике и контейнерам. К сожалению, ушедший май создал, ну, и не только он, а еще несколько крупных игроков создали у нас очень большую проблему. Они забрали, я, может быть, вы это упомянули, я мог пропустить, не раз слышать, они забрали кучу контейнеров вместе с собой, ну, а те, которые не забрали, они пытаются сейчас забрать. У них десятки тысяч контейнеров на территории России, которые при первой же возможности они забирают к себе. Без них возможности обслуживать вот сейчас полноценно грузоперевозки, как это модно говорить, мультимодальные, например, внутри России, у российских операторов нет. Нет. И поэтому первое дело, которое нужно в сфере грузоперевозок, видимо, решить, это закупить, ну, я не знаю, может быть, тысяч пятьдесят, а то и сто контейнеров. Почему? Потому что если мы хотим еще на экспорт что-то в них возить, то их же придется на какое-то время там, за рубежом, оставлять. То есть нужно и свой грузооборот обеспечить, и еще грузооборот на внешних, так сказать, рынках. И поэтому нужно купить с запасом, не только для себя, но еще и чуть побольше. И вот сто тысяч контейнеров, например, неплохо бы купить, и я не знаю, как бы как-то раздать, предоставить в лизинг, в аренду на разумную... Произвести? Произвести можем? Не можем. Там любопытный момент. Технически, наверное, препятствий нет. Ну что, казалось бы, контейнер, коробка. Но, представляете, мы их покупаем, я так понимаю. Вот в Китае пять пятьсот, но там еще налоги какие-то есть. И вот, представляете, уже за налоги жмутся. Сейчас из правительства хотят льготу, чтобы можно было без пошлины налогов ввести. Ну, я не помню, там есть пошлины, нет, но вот чтобы можно было ввести на территорию. То есть что-то не так у нас с местным производством местами сильно. И вот контейнер нам нужно завести из Китая. Это к вопросу, опять же, такая вот нахлобучка на нашу дискуссию. Касательно того, что мы там можем замещать, я пытался вот как-то от этого воздержаться, но одну ремарку я наброшу еще вот на эту часть. Сложно нам замещать, даже достаточно простые изделия. Вот, возможно, серийность не та. То есть я думаю, что просто масштаб производства у китайцев тех же контейнеров, хотя у самих китайцев контейнеров во флоте мало. Они их делают, похоже, в основном для внешних заказчиков, прикиньте. То есть у самих их тоже не густо. Вот, так вот, но масштаб производства у них такой, что они могут дать цену ниже, чем нашу, вот даже в нынешних, например, условиях. Понятно. Хорошо, спасибо.